Есть вопрос из закрытой группы о семейном бизнесе. То есть вот эта женщина Елена, она нас слушает сейчас на интернете. Это та, дорогие друзья, которая задала вопрос, задала вопрос, и известны были даты её и её мужа. И мы как раз только что говорили о том, когда эта компания образовалась. Так вот, сейчас имя не буду, но компания образовалась. Ты когда сказала? Я сказала 2001-2002. Нет, немного позднее. 4 декабря 2014 года. А учредитель – жена. Это то, что ты говорила. Она взяла на себя. Да, ну вот почему? А что происходило у них в 2001-2002? Пока не знаем. Пока не знаем. У них какая-то была задумка в то время. Они что-то... И опять была инициатором жена. Что интересно. Ну, вы знаете, может быть, действительно что-то было. Может быть, какая-то компания, она и была. Она трансформировалась, может быть, в эту. Может быть, это была ещё раз неофициальная какая-то. Мы не знаем пока. Если нам радиослушательница пришлёт такую информацию, мы ответим. Просто для интереса ещё раз мы как бы аналогию. Ну вот 4-го, 12-го 2014-го года. Даты у тебя их остались. Вот что можно сделать, вывод какой? Ну, во-первых, какая это цифра? Чему у нас общая цифра? Прости, Майкл, какое ещё раз? 4-го декабря 2014-го года. Общая цифра 5. Ну, насколько я помню, Елена 5, да, была? Да. Да? Нет, Елена Тройка. Нет, Елена Тройка, да, Елена Тройка. А это пятёрка, да? А это пятёрка, а муж у нас 13... Четвёрка. Четвёрка, да. А здесь пятёрка, да. Значит, вот интересно, Тройка, муж, четвёрка, да. Вот четвёрка мне не очень, как бы, это самое. Тут какая-то двойственность есть в этой четвёрке. То есть, может быть, и очень здорово и замечательно, а может быть, в то же время идти в разнос. Мы этого пока не знаем. А дата образования общая цифра 5. Ну, что 5? 5 с кем? С четвёркой, не знаю, не очень, по-моему, дружит они. Читаю, читаю, читаю. Да. Была фирма другая в 2001 году. Вы правы, Эльза. Ну вот, пожалуйста. Спасибо большое. Мне приятно, что я не ошиблась. Хотя это, ну, как сказать, я стараюсь не гордиться, если какие-то совпадения. Но мне всё равно, конечно, не очень. Эльза страна должна знать своих героев. Вопрос такой. Женщина обращается, Елена. Семейный бизнес, муж, женой. Вот каковы перспективы, прогноз на ближайшем месяце в плане развития финансовой составляющей. Вот этого битца. Выполнение, в скобочках, имеющих заказов, получения новых. Возможность получения денег от заказчика по решению суда. Три вопросительные знаки. Даты нужны? Даты были бы неплохи. Сейчас одну минутку. Я записываю, Майкл. Ну, значит, жена 17 марта 72-го года, а муж 10 июля 67-го года. Я бы сказала так, что перед нами замечательная пара. У дамы общее число рождения соответствует Аркану Императрица, а у её супруга Аркану Император. Это просто потрясающее интересное сочетание. И они должны очень хорошо сочетаться как в семейной жизни, так и в бизнесе. Но я боюсь, что, может быть, либо то, либо другое было бы лучше. Либо они бы оставались мужем и женой только, либо партнёрами по бизнесу. Но поскольку сложилось так, как сложилось, то я могу сказать, что они должны взаимодействовать неплохо и так, и так. Зачем задаётся этот вопрос? Возможно, между ними возникают некоторые напряжения в отношениях. И то, что они получат эти деньги, заказы, уравновесит их отношения. Но я вижу также и то, что супруга должна больше включиться в дела и что-то на себя взять. Возможно, у мужа сейчас ну, какой-то период не супер благоприятный в целом. Могу сказать, что до конца года улучшаться и увеличиваться количество заказчиков. И в начале следующего года они будут и деньги будут. Но где-то в феврале, в марте жене придётся действительно на себя взять гораздо больше, чем возможно она хочет или привыкла брать на себя ответственности и участие в делах, потому что у супруга какой-то спад. Ну, наверное, это уже тоже не совсем даже для закрытой группы. Это надо обсуждать в личной беседе. Я хочу сказать, что по суду почему-то очень всё показывает, что наша вопрошающая должна на себя очень много брать и очень много участвовать во всех делах, какие-то принимать решения ответственные, что ли. По суду они получат деньги, но не те, которые ожидают меньше. Они имеют дело с очень не коварным, а резким человеком, предприимчивым и активным. С ним очень сложно иметь дело и я боюсь, что то, чего они ожидают от этого суда, они, к сожалению, в полной мере не дождутся, но всё равно какую-то частичную компенсацию они получат. не дождь, но они не не не